Итак, мы с вами видели, что иногда в программах происходит манипуляция с целыми числами, может происходить манипуляция с нецелыми числами. В общем случае, в программах всегда происходят какие-то действия с данными. Эти данные в Python всегда являются объектами. А каждый объект в Python имеет свой тип. Тип фактически задает множество значений объекта и то, какие операции можно над этим объектом совершать. Мы уже познакомились с такими типами, как целые числа. Им соответствует тип int с вещественными числами. Им соответствует тип float. Есть также среди стандартных типов логический тип, которым соответствует тип bool и строковый тип str. Все указанные четыре типа являются неизменяемыми. То есть если вы хотите изменить объект этого типа, то вам на самом деле необходимо создать новый объект с новым значением. Полезно понимать, что какой объект у вас имеет какой тип. То есть, например, если у вас в программе есть число 5, то это число типа int. Если же у вас есть число 5,0, то это число типа float. Тип объекта можно изменить. Для этого есть специальные функции. Например, для того, чтобы получить из произвольного объекта число типа int, мы можем использовать функцию int. Если мы передадим этой функции нецелое число, скажем число 2,3, то дробная часть будет отброшена. Мы получим в результате число 2. Мы можем также преобразовать целое число к нецелому. Иногда такое тоже бывает нужно. Тогда мы можем воспользоваться операцией float, которой можем передать некое значение. Пускай это будет число 5 и получим в результате число 5,0. Вообще говоря, обе этих функции, int и float, позволяют преобразовывать к числам не только числа, но и произвольные объекты. Но для разных объектов это может происходить по-разному. Например, мы будем активно использовать эти функции для перевода строк в числа. Об этом мы увидим чуть дальше.